Встреча в формате выездной администрации состоялась в Видновском историко-культурном центре. Происходит диалог один на один, никто не перебивает. Удобное для себя время, отпросился с работы, пришел и на все вопросы получил ответы. 5 октября отметили свой профессиональный праздник учителя. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать им слова благодарности, поздравить. Полицейские Подмосковья задержали подозреваемых в похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве более миллиона рублей. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Представители руководства Ленинского округа на время сменили свои рабочие кабинеты на зал Видновского историко-культурного центра. Здесь прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Впервые местные жители, общественники, представители Советов домов могли обсудить насущные проблемы одновременно с главой округа, его заместителями и представителями различных профильных служб. Вопросы в нашей жизни никогда не закончат с вашей стороны к нам. Самое главное, чтобы это были разные вопросы, когда мы встречаемся через какой-то период. Тогда я четко для себя понимаю, что какая-то динамика в нашей работе присутствует. На каждый вопрос, касается ли он сферы ЖКХ, строительства, ремонта дорог или общественной безопасности, люди могли найти исчерпывающий ответ в этом зале. Мы здесь живем, мы хотим сделать город лучше. Для этого стараемся его делать всеми силами. Очень хорошо, плюс нашего города, у нас очень активные жители. У нас очень активный союз, и жители хотят видеть свой город красивый, благоустроенный. Юлия Одинцова – председатель совета одного из домов микрорайона «Зеленая аллея». Она пришла к главе округа с вопросом о сроках начала благоустройства Трычевского пруда. По ее мнению, преимущество такого формата общения с представителями руководства округа – возможность выяснить все обстоятельства того или иного дела. Происходит диалог один на один, никто не перебивает. Удобное для себя время, отпросился с работы, пришел и на все вопросы получил ответы. Алексей Петрович подтвердил, что один из застройщиков в Ленинском городском округе будет нам благоустраивать Трычевский пруд. Еще один большой плюс подобного формата, который отметили многие участники – возможность обсудить самые разные вопросы сразу со всеми представителями руководства округа. То есть нет необходимости записываться на прием каждому из них. На таком формате первый раз. Надеюсь, что при таком взаимодействии, когда есть возможность сразу встретиться одновременно со всеми представителями администрации, позволит более активно решать данные вопросы. Такие встречи позволяют жителям выяснить, какая работа ведется в том или ином направлении. Например, Дмитрий Гафыкин в разговоре с первым заместителем главы администрации округа Альбертом Гравиным узнал о переменах, которые грядут в микрорайоне Зеленой аллеи. Будут, соответственно, для жителей сделаны парк, который мы давно уже добиваемся. На протяжении 2017 года, если не ошибаюсь, мы просим его сделать. Вроде сказали, что до конца данного года обещают нам дать на рассмотрение, на общественное слушание проекты, вариантов. Понятно, что всем угодить невозможно, одному хочется одно, другое другому, но обещают, что дадут нам варианты какие-то для рассмотрения. Встреча продолжалась полтора часа, и более двухсот человек смогли получить консультации по разным вопросам. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ежегодно 5 октября отмечают свой профессиональный праздник учителя. В детской школе искусств города Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное этой дате. Для собравшихся были подготовлены концертные номера, а тем, кто внес значительный вклад в педагогическую деятельность, вручили награды. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, прошел в Видновской детской школе искусств. Роль педагога важна в жизни каждого, ведь именно он закладывает в ребенка не только необходимые знания, но и вдохновение, мотивацию и желание добиваться своих целей. На протяжении обучения человек встречает разных наставников, и все они заслуживают благодарности за свой труд. Поздравили учителей почетные гости мероприятия. Хочу еще раз вас поздравить, сказать вам спасибо, поклониться за ваш труд. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать им слова благодарности, поздравить, ну и где-то наградить, поощрить тех, кто заслужил это больше всего. Ежегодно талантливым педагогам вручают награды и денежные сертификаты за отличие в профессиональной деятельности. Опытный педагог начальных классов Оксана Казмина ведет активную общественную жизнь и принимает участие в различных конкурсах. За плечами 38 лет педагогического стажа. Работу очень люблю. Всегда молодым говорю, что нужно принимать участие активное во всех конкурсах, потому что это очень интересно. Нужно идти со временем. Участие в конкурсе это только развивает, помогает в работе. Поздравила все педагогическое сообщество начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева. Хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, профессионального роста. Горите сами и ведите за собой детей. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И поэтому в планах привлечь как можно больше внимания к этой профессии и показать ее значимость для нового поколения учителей. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Полицейские Подмосковья задержали подозреваемых в похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве более миллиона рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали жителей столичного региона. Предварительно установлено, что на территории жилого комплекса Бутова парк злоумышленники с применением насилия посадили 27-летнего мужчину в салон автомобиля. Его отвезли в частный дом в деревне Потапова городского округа Подольск, избили, отобрали мобильный телефон, наручные часы и под угрозой расправы потребовали передать более миллиона рублей в счет несуществующего долга. После того, как похитители освободили потерпевшего, он обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. В ходе обыска по месту удержания похищенного изъяты два охотничьих ружья, большое количество охотничьих ножей, а также печати государственных учреждений и документы с признаками подделки. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126, 162 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности. В Сергиевом посаде открылся 27-й международный фестиваль медийного творчества «Братина». В этом году его участниками стали более 40 творческих объединений, в том числе 15 детских телестудий и молодежных редакций. Традиционно в фестивальной программе заявлен и телеканал «Видное ТВ». Вчера наша съемочная группа участвовала в конкурсе «Репортаж с колес». Также в рамках «Медиа ночи» братинцы посетили музей крестьянского быта «Жили-были». Сегодня на фестивале прошли мастер-классы, подведение итогов и вручение наград. Подробнее обо всем мы расскажем в понедельник в вечернем выпуске новостей. В рубрике «Афиша выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие субботу и воскресенье. А мероприятия будут самыми разнообразными, выбрать есть из чего. Итак, в субботу предлагаем отправиться в Центральный парк. В 11 часов клуб исторического фехтования «Цитадель» выступит с показательной программой «Щит и магия». А в 12.00 там же в Центральном парке для детей пройдет игровая программа «Дорожный марафон». Повторять правила пешеходов следует регулярно. В историко-культурном центре стоит посмотреть выступления русских виртуозов, заслуженных артистов Российской Федерации Веры и Дмитрия Царенко. Начало концерта, который называется «А музыка» звучит в 13.00. На стадионе «Металлург» в 14 часов в рамках чемпионата Московской области Лига А состоится футбольный матч между командами «Металлург» «Видное» и «Подолье». Приходите поболеть за наших. В воскресенье вас ждут во Дворце культуры «Видное» на спектакле народного театрального коллектива «Твит» «Нелепая жизнь» Гения Петровича. Начало в 16 часов. Хороших вам и приятных выходных. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok